Индонезия направляет более 30 тонн гуманитарной помощи Рахинджа, которые бежали из мьинманского штата Ракхайн в Бангладеш. Президент Джоко Видода лично наблюдает за подготовкой к отправке. «Сегодня утром мы отправим гуманитарную помощь на четырёх самолётах. Они доставят рис, продукты быстрого приготовления, наборы для семей, воду, палатки, одежду и одеяло». Видода поблагодарил власти Мьянмы и Бангладеш за то, что они открыли гуманитарный коридор для доставки помощи. Из аэропорта её будут перевозить на грузовиках. Вооружённый конфликт в Мьянме длится уже почти три недели. Причиной послужило нападение боевиков Рахинджа на полицейские блокпосты. Военные Мьянмы начали антитеррористическую операцию. В ходе столкновений погибло по меньшей мере 400 человек. Из штата Ракхайн эвакуированы более 30 тысяч жителей немусульман. Мьянманские власти опасались, что боевики Рахинджа могут на них напасть. При этом, по данным УВКБ ООН, из Мьянмы от преследования со стороны военных бежали уже 370 тысяч мусульман Рахинджа. Большинство из них ищут спасение в Бангладеш. «В Мьянме убили многих моих родственников. Я пришёл сюда с тремя сыновьями. Но в моей деревне многих убили. Треть односельчан убили и бросили в реку». Власти Бангладеш сообщают о переполненных людьми дорогах. Беженцев с каждым днём всё больше. Многие поселились во временном лагере Кутуполонг. Для вновь прибывших уже отвели новую территорию площадью более 600 гектаров. Беженцам Рахинджа не хватает еды и питьевой воды. Многие болеют, у них нет вообще никакого укрытия. Он сообщает, что 200 тысяч детей нуждаются в срочной помощи. А этот стихийный лагерь Рахинджа вырос на нейтральной территории между Мьянмой и Бангладеш. Беженцев в Бангладеш не пускают. «У них в стране вооружённый конфликт, и они бегут оттуда. С другой стороны стоим мы. Мы вежливо говорим им. Это не ваша страна. Здесь граница, и пересечение незаконно». По словам пограничников, в стихийном лагере живут примерно 8-10 тысяч человек. Военнослужащие оказывают им посильную помощь. В Мьянме большинство жителей исповедуют буддизм, а мусульман Рахинджа считают нелегальными беженцами из Бангладеш. Этот застарелый конфликт обострился в октябре прошлого года, когда боевики Рахинджа атаковали полицейские блокпосты в штате Ракхайн и убили правоохранителей. Правительство Мьянмы призывает Рахинджа помочь найти организаторов нападений. Между тем, в Совете ООН по правам человека назвали антитеррористическую операцию мьянманских военных этнической чисткой.